Он говорит, вглядитесь в эти лица, вы даже не всегда поймете, что перед вами бездомный, а если поймете, не поворачивайтесь спиной, на его месте легко можете оказаться вы. 197 неотвеченных звонков и 1197 сообщений за час выключенного на время интервью телефона. Миллионер хаки Ак-Денис живет на предельных скоростях. Не выпуская телефона из рук, он наспех готовит завтрак в чашку мюсли в своей крошечной нью-йоркской двушке. Хотя давно мог бы себе позволить жить в бентхаусе и кататься на бензе. Я не мечтаю о деньгах, я мечтаю о том, что мог бы оставить после себя, ради чего можно было бы жить. Я очень простой человек, хочешь верь, хочешь нет. Мои часы стоят, наверное, долларов сто. Могу ли я купить себе что-то типа роликс? Конечно, я мог бы купить роликс, но зачем? Хаки 39 лет. Родился в Турции в курдской семье из 17 детей. Закончил всего три класса школы. Кинейджером в поисках иной жизни эмигрировал в Канаду, откуда в 2001 году направился покорять Нью-Йорк. Некий американский приятель клятвенно обещал ему поддержку и ночлег. Но приятель не встретил, а телефонные звонки сбрасывал. 240 долларов в кармане и ни единого слова на английском. Начало неожиданного сценария. Вы помните свой первый бездомный день? Абсолютно, конечно. Я имею в виду, что не должен забывать тот день, потому что это был самый важный день в моей жизни. Моя жизнь тогда обнулилась. Дешевый мотель, потом вокзальная скамейка, пока кто-то ему не посоветовал обратиться в Бауэри Мишен. Ночлежку. Боже мой! Все осталось таким же? 96 ступеней вверх. Столько дней он провел в ночлежке среди сошедших с ума и отчаявшихся. Без малейшего представления о том, что однажды станет главным ее финансовым попечителем. В этом помещении со мной жили около 30 человек. Люди думают, что скитаться на улице и торчать в ночлежке – это персональный выбор каждого. Они не понимают, что иногда жизнь не оставляет иного варианта. Вот тут, на этом месте я спал. Я перемечтал здесь о стольких вещах. Я мечтал о своей маме. Я мечтал здесь обо всем. Мечтал, мечтал. С этой стороны соседи доставляли много неприятностей. А там были два парня, которые все время кричали. Они не были сумасшедшими, просто все время кричали. Чего-то не могу говорить. Эмоции наваливаются. А потом ему повезло устроиться моющиком посуды в пиццерии, владелец которой встретил его по одежке. Прежде чем я получил работу, он оглядел меня так, а я от меня плохо пахал. Учился резать пиццу, потом ее готовить. Спал на полу кухни. Параллельно устроился уборщиком мусора в доме, предоставившем ему койку в бойлерной. Работал по 19 часов в сутки. Годами копил каждую копейку. Потом обрел друга, и они накопили вместе на открытие своей пиццерии. И когда под матрасом наконец лежали 70 тысяч долларов, друг вместе с деньгами исчез. Если ты не пытаешься, ты пропал. А если пытался и потерял, ничего, пытайся снова, 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 снова. Только так и победишь. Пройдя весь путь сначала, через несколько лет, он все же купит свою первую пиццерию и в ней будет жить. Но бизнес пойдет туго. Чтобы его раскручивать, он испробует самые опасные игры с огнем. И однажды победит в профессиональном шоу. Его лицо окажется на обложке журнала. Стопку этих драгоценных журналов со столика его пиццерии украдут дети. Он положит последние экземпляры, их украдут снова. Но вместо досады он испытывал тогда радость. Дети несли добычу домой, родители читали, а потом семьями возвращались в пиццерию Хаки. Что это я? Знаменит? Что происходит? Мои работники раскрывали от удивления рты. Люди шли и шли. Они хотели мой автограф в украденных журналах и фотографировались со мной. Ко мне начали выстраиваться очереди на улице. И через несколько лет я уже открывал и открывал новый ресторан. Кличка «Чемпион», которую дали ему дети, теперь положена в название сети ресторанов. «Чемпион пицца». В общей сложности у Хаки сегодня 14 заведений. Он стал селебрити. Его зовут выступать в ООН. У его инстаграма почти 4 миллиона подписчиков и 400 миллионов просмотров у видео, на котором Хаки кормит бездомных. Он возвращается к ним каждую среду 4 года подряд. Сотни бродяг выстраиваются в длинную очередь на Манхэттене. Хаки привозит еду. Много еды. «Еще курицу положи сюда. Возьмите, пожалуйста. Пусть тебе будет вкусно. Ну, улыбнись. Мы не должны позволить улыбке уйти навсегда. Я говорю им, улыбнись, а? Улыбнись же. Давай, давай, давай. Да, я тебя обниму. А ты улыбнись. Мы будем улыбаться с тобой вместе. Завтра будет лучше». Он устраивает их на работу. А чтоб от них не шарахались потенциальные работодатели, он нашел парикмахерские, где он платит деньги за их стрижки, спортзалы, где они могут помыться. Он не дает им лежать на ледяном асфальте, покупая им одеяло и одежду. «Привет, Джесси. Как ты? Как ты себя чувствуешь? Это снова я. Подожди, достану наушники. Что бы тебе ни понадобилось, просто можешь позвонить мне, Джесси. У вас есть туалет? Конечно, у нас есть. Я чертовски не хочу, чтобы ты потеряла надежду. У тебя все еще есть надежда. Говорю тебе. Вы помните чувство голода? Ну, конечно. Если бы я забыл это, я бы перестал считать себя человеком. Деньги сегодня есть, завтра нет, говорит Хаки. Их ценность измеряется только тем, что остается после них. И он уже все придумал. Шестиэтажный особняк, где бездомные будут жить и учиться. Там будет огромная кухня-школа. Они будут заканчивать эту школу, и я буду помогать им строить свои кухни. И цепочка начнет воспроизводить сама себя. Начнут открываться рестораны, где шеф-поварами будут некогда бездомные. Менеджеры бездомные. Официанты бездомные. И всех их будут нанимать владельцы. Некогда бездомные. И не думайте, уточняет Хаки, что это мечта. Это цель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова